Всем привет! Сегодня хочу поделиться очень простыми правилами, которые помогут сделать ваш конспект незаменимым помощником. А не просто складом забытых мыслей, каких-то выделенных фрагментов из ваших учебников и вообще местом, куда вы особо и не заглядываете. Потому что конспект это достаточно активная пульсирующая субстанция, которая может очень хорошо помогать вашему обучению и стать незаменимым помощником. И начнем с самого первого правила. Оно является основополагающим, потому что от него все идет. И оно звучит как «Пишите конспект своими словами». Никаких выделенных фрагментов из книг, никакого прямого цитирования, если оно не необходимо. То есть, когда вам надиктовывают конспект определенный, да, здесь придется писать под диктовку. Но когда вы слушаете лекцию или читаете учебник, вы должны обрабатывать информацию, вы не должны просто переносить из одного места в другое. Это очень пассивный процесс. Это процесс, который занимает много времени, сил и не дает практически ничего в плане запоминания информации. Потому что, когда вы так просто механически переносите, вы не обрабатываете информацию, вы не пропускаете ее через себя, а значит, вы ее не понимаете. Вы ее не понимаете, вы не запоминаете. А когда вы себе даете установку на то, что я должен записать только самое важное, самое главное, то ваш мозг автоматически напрягается. Он старается поглощать всю информацию, потому что как только выпадает какой-то фрагмент, то есть как только вы откликаетесь, все, общая нить потеряна. Поэтому вы максимально сконцентрированы, вы максимально готовы к получению информации, и она сразу обрабатывается. То есть вы сразу решаете, что важное, что неважное, что нужно записать, что не нужно записать. Это очень активный, полезный процесс, который необходим для того, чтобы запомнить информацию. Далее идут больше рекомендации, чем правила, но они относятся в основном к оформлению. Но опять-таки это будут те правила, которые помогают вам делать конспект активным, вашим помощникам. И начну я с того, что если есть какие-то таблицы и рисунки, обязательно их переносим. Потому что наш мозг любит изображение, он любит картинки. Ему нравится, когда информация переработана сразу в картинку. Так как в нашем мозге информация не хранится в виде букв, в виде слов, в предложении. Она вся там хранится в виде изображений, в виде образов. Поэтому, когда вы переносите в свой конспект какие-то графики, какие-то рисунки, вы делаете уже большую часть работы за ваш мозг, а значит информация точно запомнится. Следующий момент, на который я хочу обратить внимание, это сокращение. У каждого студента должны быть свои сокращения. Это помогает, конечно же, на лекции, когда у вас очень ограниченное время. И это помогает, в принципе, когда вы пишете конспект. Потому что в любом случае в каждом предмете есть слова, которые повторяются из раза в раз. Зачем каждый раз их писать полностью, если вы точно понимаете, что они значат, что значит ваша расшифровка. Конечно же, специально сидеть и сокращать, ну, придумывать сокращение не стоит. Но когда вы пишете, замечаете, какие слова чаще всего попадаются. И какие можно сделать из них понятные сокращения. И обязательно делайте их. Следующее, что я очень сильно вам посоветую, это делать отступы. Когда вы пишете конспект. Если вы пишете в клеточку конспект, ну, в тетради в клеточку, не пишите, пожалуйста, в каждой строчке. Ваш конспект должен быть читаемый. То есть вы должны, легко открыв его, найти то, что вам необходимо. А когда вы не делаете никаких отступов, никаких пробелов, вы пишете в каждой строчке, то ваш текст сливается в одно большое нечто. И найти там ничего невозможно. Если вы пишете абсолютно пассивный конспект, в который вы не будете заглядывать, в принципе, можете себе позволить. Но если вы хотите, чтобы конспект по-настоящему работал на вас, чтобы вы работали с ним, то вам нужно очень легко в нем ориентироваться. В этом вам помогут отступы. И продолжая эту тему, еще хочу отметить, что не игнорируйте оформление. То есть не обязательно иметь кучу хайлайтеров, каких-то ручек цветных и так далее. Нет, это по желанию. Но оформлять ваш конспект нужно обязательно. Опять-таки для того, чтобы очень быстро найти то, что вам нужно. То, что вы захотели бы выделить, какие-то основные моменты, какие-то основные вещи, либо вопросы, которые у вас возникли. Все это можно сделать за счет оформления. Зачастую вам достаточно всего одного маркера, может быть, двух, которые вы будете использовать толсто-тонко, подчеркивая, зачеркивая, волнистые линии и так далее. Можете вообще использовать одну лишь ручку и больше ничего, но тоже как-то подчеркивать, обводить, делать кружочки, делать звездочки, все что угодно. Но главное, повторюсь, когда вы открываете свой конспект, чтобы вы четко понимали, где начинается тема, где заканчивается, где какие-то определения, где графики и так далее. Для лучшего ориентирования обязательно нужно хотя бы минимальное оформление, а дальше это уже ваш вкус и фантазия. И последний момент относительно оформления. Хочу вам сказать, что помимо рисунков и графиков, наш мозг также любит всякие списки, пункты, подпункты. То есть, когда информация написана не линейно, а уже разделена на какие-то блоки, на какие-то пункты, еще что-то, это вообще идеально. Потому что вы изначально структурируете информацию. Опять-таки, наш мозг тоже так делает. Он тоже находит какие-то общие моменты, он их объединяет в группы и примерно так же и запоминает. То есть, он старается найти общее и разделить это на какие-то свойства. Вы же это можете сделать заранее за ваш мозг. А это, конечно же, значит, что это повышает шансы того, что вы запомните эту информацию. Так что списки, пункты, подпункты и разбитие на какие-либо фрагменты, это очень хорошо структурирует информацию, это помогает вам. И плюс вы легче находите впоследствии информацию, так как она хорошо видна за счет этого. Поэтому вы легко сориентируетесь в вашем конспекте. И напоследок, последнее правило, к которому вы должны все-таки придерживаться, это то, что после того, как вы написали конспект, будь он по книге, будь он по лекции, по вебинару, по скайпу, неважно, вы написали конспект, и после мы садимся и разбираем его. Мы не только разбираем то, что у вас было, а мы начинаем его дополнять. Потому что если вы прослушали лекцию, записали все необходимое, даже если вы это сделали идеально, но закрыли и забыли этот конспект, то ничего хорошего из этого не получится. Потому что в любом случае информацию нужно повторять, ее нужно дополнять, ее нужно расширять, уточнять и так далее. Так что возьмите себе за правило, что после того, как вы написали конспект, вы его дальше обрабатываете, вы дальше с ним работаете для того, чтобы он все-таки приносил пользу. И, кстати, если вы пишете очень быстро на лекции, то есть вы там сокращаете и так далее, очень полезно переписывать такие конспекты, потому что зачастую вы пишете очень корявенько, очень сокращенно и так далее. И очень полезно после лекции спокойно садиться и уже изучив другие, например, материалы, дополнив это все, начисто переписать весь бой конспект, чтобы он уже был полный, красивый, легко читаемый и так далее. Так что это очень хороший процесс, это то, что стоит вашего времени и сил, так как информация запомнится достаточно хорошо в хорошем объеме. Все, мои хорошие, надеюсь, эти правила и советы вам помогут. Удачи вам в обучении, подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok